всем добрый день опять продолжаем рассматривать программу Zulu GIS 8 ну и на этот раз начинаем отрисовывать уже тепловые сети и для того чтобы начать отрисовывать нам нужно ту подложку которую мы использовали для отрисовки кварталов и домов переместить на передний план так теперь чтобы создать тепловую сеть для этого вам нужно найти ну либо в задачах золот термо ну либо вариант вынесены эти иконки на панельке то есть нажимаем у вас появляется окошко так первым делом что мы делаем мы идем на закладку сервис ну и создаем новую сеть можно создавать внутри папочки но я уже делаю здесь чтобы вам показать сколько файлов будет в итоге нашего проекта да ну и желательно все таки создавать файл латинской раскладки так базы данных можно взять парадокс но если она у вас не создается то есть пишет что не могу создать слой когда единственный вариант это взять базу данных microsoft access для того чтобы создать то есть набрали дальше здесь можно написать уже по русский так ну и создаем так вот она у вас создалась мы можем увидеть справа в рабочем месте так ну и первым делом что мы делаем открываем эту сеть так ну здесь есть разные варианты то есть длинный взять непосредственно с карты если вы масштабе делали единицы измерения можно задать свои единицы метров водного столба ну а тепловые нагрузки в мегаваттах если вы подставляете исходных данных значение соответственно в мегаваттах ну или гигакалорий час так но мы этого сделать не будем пока мы это все закроем так нам нужно отрисовать вашу сеть для этого находим слой который создали название тепловые сети опять нажимаем карандаш так ну и у вас появляется опять та же панелька благодаря которой отрисовывается непосредственно элементы так нам нужна иконка вот выбор типа то есть открыв ее то есть у вас появятся те необходимые элементы которые вам понадобятся для расчета так но для расчета именно того что у вас было в курсовой работе так мы берем источник здесь показано котельная это не значит что это котельная хотя он тут есть еще и иконка ctp но но мы возьмем именно источник так и ставим на место где у вас находится и т.п. так теперь нам нужна типа функционная камера у нас их три штуки 1 2 и 3 называем узел трубопровода так дальше нам понадобится потребитель так давайте я делаю по центру и до того что я не знаю как здесь в курсовом осуществлялась до того что не приведена схема расчетов я просто сделаю по центру в каждом здании так вот мы назначили потребителей так ну и осталось у нас еще один элемент это непосредственно участки включен то есть всегда то есть работающий участок здесь можно задаваться и не работающими участками режиме наладки и так далее но ввиду того что мы выполняем конструкторский расчет то есть рассчитываем все эти теплоснабжения поэтому берем все элементы работающие так ну и старайтесь первую точку делать по направлению движения теплоносителя то здесь будет указываться стрелка ну а если вы вдруг перепутаете просто в результатах расчетах у вас значение будет с минусом с минусом значит движение идет в противоположном направлении так ну а мы пойдем от источника и и и и и и и и и так вот я начертил свою сеть да вот здесь есть p-образный компенсатор их можно конечно было отрисовывать чтобы в последующем программа сама взяла непосредственно эти сопротивления отводы 4 штуки но я задамся в исходных данных то есть те сопротивления которые были непосредственно курсовой работе так ну и после того как мы отрисовали схему то есть мы проделаем следующую операцию за пять слои ну и отведем назад ну и в последующем можно будет удалить та подложка которую мы использовали для расчета сетей и и и так ну давайте вот так вот сделаем чтобы показать что у нас трубопровода размещены все и так вот мы отрисовали сеть так ну и дальше нам нужно будет ввести исходные данные ну на этом спасибо за внимание до следующего видео и до свидания и